Актуальное интервью Добрый вечер всем, кто нас слушает. У микрофона Алексей Сорокин. В этом году школы и вузы на собственном примере узнали, что такое дистанционное образование или удалёнка. Тема стала актуальна вновь, когда было принято решение о частичном переходе школьников на дистанционное обучение. Но если весной такой вид получения образования был в новинку, то теперь и ребята, и педагоги знают, что нужно делать. При этом мнения по поводу дистанционки до сих пор разнятся. И правда, если пристальнее к ней присмотреться, то можно оценивать её с разных точек зрения. На эту тему мы поговорили с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры педагогики и социальной работы Ульяновского государственного педагогического университета Инной Захаровой. Дистанционное образование – этот термин довольно-таки широкий и неюридический. В нашем законе образования в Российской Федерации есть три формы образования – очное, заочное и экстернат. Вот есть в этом законе термин дистанционные образовательные технологии. Эти технологии дополняют или могут быть встроены вот в те существующие три формы образования – очное, заочное, либо экстернат. И дистанционное образование – такое понятие собирательное. Когда мы сегодня определяем этот термин, то имеется в виду, что это обучение с помощью компьютерных технологий и средств телекоммуникаций. Но вот это современное понятие. Кроме этого современного термина, давно уже существуют различные варианты взаимодействия педагога и его учеников на расстоянии. То есть если есть удаленное расстояние, а необходимо осуществлять учебную деятельность, то разными средствами такое обучение уже давно сформировалось. В нашей стране первый опыт такого образования был именно у радио. То есть известный исторический факт – в 1932 году ряд советских радиостанций уже начали транслировать радиолекции. А в 1943 году, несмотря на сложную ситуацию в Великой Отечественной войне, тем не менее радио транслировало радиоуроки для школьников. И вот это, мне кажется, важная рамочка. В нашей стране дистанционные такие технологии изначально были рассчитаны на школьников, а за рубежом подобные технологии чаще использовались для профессионального образования. Ну, например, вот в 60-е и 80-е годы, когда по всему миру распространилось телевидение, оно тоже было использовано для обучения детей и студентов. То есть учебное телевидение у нас в стране было, существовали специальные в телевизионных компаниях отделы, которые снимали учебные фильмы. Или в эфирном времени телевидение было определенное время выделено специально для учебных телепередач, учебных уроков. У нас это было рассчитано на школьников, но известный факт, скажем, в США с 60-х по 80-е годы более полутора тысяч колледжей были объединены в так называемое публичное телевидение. То есть известные профессора, ученые выступали с лекциями не только на свою студенческую аудиторию, но и в этой сети межколледжного общения. Дальше, когда мы можем посмотреть, что в 90-е годы у нас повсеместно распространились персональные компьютеры, возникло так называемое компьютерное обучение. Это тоже обучение без прямого контакта между педагогом и его обучающимся. Если у нас компьютерная программа может моделировать реальность, то значит самостоятельно обучающийся может в этой реальности чему-то научить. Ну, например, мы можем до того, как сесть за руль автомобиля, пытаться учиться на компьютерном стимуляторе. Или так обучают, например, пилотов. У них сложные тренажеры, конечно, существуют и до сих пор. То есть вот эта форма обучения уже существует около 30 лет. И с распространением интернета эта компьютерная технология, естественно, перешла еще и в телекоммуникационные сети, когда стало возможно проведение таких форм, которые мы сегодня знаем. Это видеоуроки, это чаты с преподавателями, телеконференции, это различные виртуальные лабораторные практикумы, это, конечно же, онлайн-тестирование. Вот все это вместе мы можем назвать сегодня дистанционным образованием. То есть дистанционное обучение – это и радиоуроки, и учебное телевидение, и компьютерное обучение на базе только персонального компьютера без выхода в интернет. И то, что мы сегодня называем электронное обучение с помощью средств телекоммуникации. И даже его разновидность, так называемое, мобильное обучение. Потому что в последние годы в нашу жизнь вошли мобильные устройства в кармане у каждого интернет, что используется нашими школьниками, студентами, и, конечно, преподавателями. А в чем минусы такого образования? И есть ли какие-то плюсы? Разные исследования, конечно, есть, которые кто-то очень положительно оценивает это образование как новую ступень развития наших образовательных технологий. Не без критики, естественно, обходится. Я бы не сказала про однозначный ответ, что хорошо это или плохо. Ваш вопрос, вот я за, например, дистанционное образование, или против. Все равно, что нам с вами сейчас дискутировать, вы за дождик за окном или против дождика за окном. Естественно, что в каких-то условиях это необходимая технология. В первую очередь, когда нет возможности непосредственного контакта педагога и учащихся. У нас такой опыт в школах и есть, когда, скажем, у ребенка ограниченные возможности здоровья. Он не может регулярно посещать школу. Либо удаленные территории, оторванные от основных образовательных центров. Поэтому плюсом, конечно же, является удобство для обучающихся. Они могут осваивать учебную программу без и с редким достаточно вот таким непосредственным контактом с педагогом. Еще раз подчеркнув, что дистанционные технологии не исключают ни в коем случае прямого контакта с педагогом. Он должен быть в режиме консультации, например. Но плюс к этому еще и вот общение на расстоянии. То есть это удобно. Обучение в любое время и в любом месте. Это гибкость учебного процесса, когда мы можем подстроиться под индивидуальный темп обучения ребенка. Ведь известно, что кому-то нужно больше времени на освоение этих знаний, кому-то может быть меньше. И кто-то за неделю все выучит самостоятельно и способен в более быстром темпе все усвоить. А у него в расписании и очной форме обучения, например, этот занятие стоит раз в неделю. И чаще, быстрее он просто продвигаться не может. Ну, наконец, те, кто считают, что дистанционная технология это большой плюс и шаг вперед, всегда говорят, что больший объем знаний есть возможность получить. Доступность любой информации, любых справочников, любых различных учебников. Ведь при очном обучении, ну, скажем, в школе ребенок работает с одной или с двумя книжками, с одним или с двумя учебными пособиями. Ему доступна вся мировая литература, любые электронные ресурсы. Еще одним плюсом нужно назвать то, что дистанционные технологии стимулируют самостоятельность. Самостоятельность мышления, самостоятельность в планировании своей учебной работы. То есть в этом плане мы как бы отдаем ответственность за обучение самому ребенку. И это его мотивирует. Ну, и, наверное, нужно учитывать, что это индивидуальные возможности по интересам обучаться, выбирать какие-то интересующие ребенка темы и более углубленно их просматривать. Вот все это плюсы дистанционных технологий. Ну, минусы, наверное, мы с вами много в последнее время слышим, нареканий про эту систему, когда она стала такой массовой в режиме карантина. Конечно, я бы, наверное, понимала, как педагог, который занимается таким образованием, работающий с студентами. Хочу сказать, что мне сложнее мотивировать своих студентов на какую-то работу. Ведь будучи в аудитории, передача моих эмоций, интонация голоса, какие-то организационные средства я могу использовать, в конце концов, могу использовать наглядность. Что иногда сложновато через средства телекоммуникации. И у моих студентов, наверное, также и у школьников, есть соблазн, ну, более расслабленно относиться к этим занятиям в той домашней обстановке, в которой они находятся. Не будем еще забывать один момент. У нас далеко не у всех учащихся достойные нормальные условия бытовой жизни. У всех ли детей проходит школьную программу в дистанционном режиме, у всех ли у них есть отдельная комната, у всех ли есть свое отдельное рабочее место, персональный компьютер. Вот это тоже немаловажный факт. А когда они вместо компьютера работают через ганджеты, то есть свои сложности в работе с этими инструментами. Конечно же, технические всякие трудности преодолимы. Умеем уже преодолеть мотивационные трудности. Наверное, что сложно преодолеть, это содержательные ограничения. Ведь смотрите, далеко не каждую учебную дисциплину мы можем запаковать таким образом, чтобы она полноценно доносила содержание. Ну, скажем, по истории мы можем прочитать параграф, но мы можем прослушать историческую лекцию. Если это физкультура, зарядку в дистанционном режиме педагог может показать, но он не сможет организовать игру в футбол. И всякого рода командные формы обучения тоже, конечно, невозможны. Хотя у нас сегодня есть возможности видеоконференции, какого-то онлайн-общения, но оно все-таки не вполне заменяет ту тесную командную работу, которая происходит в аудитории. Ну, например, мои коллеги-преподаватели психологических дисциплин затрудняются, как провести психологический тренинг. В режиме телеконференции это гораздо сложнее, когда необходимо невербально видеть своего партнера, когда необходимо видеть его позу, какие-то нюансы его поведения, то, что пока компьютер не передает. Вот эти содержательные ограничения, наверное, не будут преодолимы долгое время еще. Но, наконец, мы можем сказать, что есть чисто физиологические ограничения, потому что время пребывания у мерцающего экрана компьютера ограничено в силу наших с вами особенностей здоровья. Может быть, не все радиослушатели знают, если ребенок ходит в первый или второй класс, время его работы за компьютером не должно превышать часа. Причем этот час разбивается на три включения по 20 минут. Вы скажете, это же не полноценный урок. Это же не 40, не 45 минут. Тем сложнее педагогу организовать учебный процесс. Если ребенок третий, четвертый класс, то, опять же, три включения с перерывом по 25 минут. Тети подросткового возраста до семи классов, пятый, шестой, седьмой, полчаса имеют физиологическое ограничение работы за компьютером. Опять же, потом перерыв, еще полчаса, снова перерыв и еще полчаса. И только ребята, которым уже исполнилось 15-16 лет, и, естественно, студенты, могут проводить за компьютером от 35 минут без перерыва. И опять же, три таких вот включения. То есть, вот эти физиологические ограничения тоже нам дают определенное сворачивание учебного времени. Насколько сокращенные знания при дистанционном образовании получают учащиеся? Как и в начале нашего разговора, мне хочется развести немножечко два понятия. Сокращенные знания или сокращенный объем информации. Это ведь немножко разные вещи. Когда мы сегодня говорим, что школьник, студент, да любой из нас и не учащийся человек, мы же погружены в информационные потоки. Собственно, мозг защищается от лишней информации. Скажем, идет реклама по телевидению, мы выключаем звук, или мы переключаемся на другой канал. То же самое, когда мы воспринимаем любую информацию, и она не кажется нам значимой. Она не становится для нас знанием. Как бы педагог замечательно не доносил свой материал, мы все прекрасно понимаем, есть мотивация. Замотивированный ребенок относится к этой информации, пропускает ее через себя, и она превращается в знание. Если же нет такой мотивации, то любые средства обучения и с помощью компьютеров, и с помощью аудиторных занятий, они будут просто информационным фоном, фумом наш учащийся будет загораживаться. То есть знание – это не информация, а то, что человек осмыслил, продумал, связал со своим личным опытом. У психологов есть термин интериоризация, то есть присвоение этих знаний. Вот содержание обучения должно быть таким, может быть, оно будет меньшими порциями, чем в аудитории, но таким, чтобы побудить ребенка сознательно, активно к нему отнестись. То есть объем знаний зависит от самого человека. При этом вот немножечко заблуждением является, когда дистанционное обучение, все сводится к самообразованию. По своему опыту, третий месяц мы в режиме карантина работаем, когда, будучи немножко в растерянности педагоги, значительную часть заданий давали своим учащимся на самообучение. Жаловались родители, от этого наши учащие страдали, что больше времени, чем обычно они затрачивали на подготовку к занятиям. Ни в коем случае нет. Дистанционное обучение не равняется самообразованию, потому что взаимодействие педагога и его учащихся сохраняется. Но при дистанционном обучении источник вот этой мотивации учебной, он должен как-то переключиться. Не я, внешний мотиватор, как бы давлю на своих учащихся в аудитории, побуждаю их учиться. А это должен быть внутренний источник мотивации. Тогда информация, которую получает ученик, она становится его знаниями. Ну а сокращение объемов мы с вами понимаем, что это естественный необходимый момент в силу нашей с вами физиологии. Но еще что хочется мне сказать. Дело в том, что сокращение объемов преподаваний – это нормальная практика. Мы с вами можем наблюдать, как за последние 10 лет сократилось количество часов, например, на математику в школе. Программа по литературе в школе тоже отличается от той программы, которую, скажем, изучали в 80-е годы. Какие-то писатели добавились, изучение каких-то писателей вообще ушло на второй план. То есть вот что учат дети, какое содержание обучения – это во многом зависит от школы, от ее политики, от того, как школа или вуз строит свои учебные планы. Но и субъективный момент, когда сам педагог тоже определяет многое. Какое содержание ему дать более глубоко, более развернуто, а какое содержание опустить между строк, дать на самостоятельное обучение. Ведь мы можем один урок построить на одном всего стихотворения. А можем, это, например, в соответствии с учебными планами нашими, там на всего блока Есенина и Маяковского вместе взятых, отвести всего 3-4 занятия. То есть содержание – это еще не все. А знание – это то, что человек, учащийся, должны добыть все-таки самостоятельно, но при помощи учителя. Инна Владимировна, а оказались ли школы и университеты готовы к переходу на дистанционное образование? Мы не можем сегодня говорить обо всех одинаково. Я бы ответила, наверное, и да, и нет на ваш вопрос. Да, оказались готовы, потому что эта тенденция уже давно происходит в нашем образовании. Немало педагогов и повышали свою квалификацию, осваивали новые технологии. Более того, скажу, что по требованиям аккредитации вуза у нас сегодня определенная доля учебного времени должна быть обязательно переведена в режим электронного обучения. То есть были достаточно много наработок. Мы можем вести с 90-х годов до сегодняшнего времени вот такой отсчет современного электронного обучения. Опыт такой и есть. Может быть, он в вузах чуть больше, чем в школах. В школах он более активно стал распространяться электронного обучения с принятием закона образования в 2012 году. Почему не готовы мы оказались? Мы оказались не готовы к такому масштабу, к массовости этой практики. Потому что ведь в разных школах был такой опыт, но у кого-то он был более регулярный. Я знаю, почти в каждой школе у нас есть специальные кабинеты дистанционного образования. И скажем, когда зимой в нашем регионе частенько бывает карантин по гриппу, вот эту там неделю или две педагоги приходили на работу, проводили занятия и связывались с детьми дистанционно. То есть эти технологии применялись частично. Либо это были педагоги-новаторы, которые регулярно в своей практике использовали дистанционные технологии. Но так, чтобы это было массово, не экспериментально, вот это наш первый опыт. И могу сказать, что мы сами многому научились. Научились и наши ребята, которые получают образование в таком формате вынужденном. И сами школы, и сами вузы, и педагоги как-то с детьми работают. Пару слов о дистанционных программах. Пришлось ли педагогам создавать их с нуля? В продолжение того, что я уже говорила, конечно же, специальные программы были разработаны. Но не для всех направлений подготовки, скажем, в вузе. Или это были элементы дистанционных программ в школе, но не на весь учебный процесс с 1 класса по 11 класса. То есть это были элементы дистанционного обучения, которые встраивались в обычную школьную или вузовскую практику. Плюс мы должны еще сказать, вот особенно в нашем регионе можем похвастаться тем, что в Поволжье, наверное, наша область была одной из первых, где стало широко распространяться дистанционное образование в вузах. Московский институт экономики, статистики и информатики, имел лет 15 то и больше назад контакты с нашими ульяновскими вузами и свои отделения МСИ стал развивать. И потом наши ульяновские вузы тоже стали у себя открывать институты дистанционного образования. И для них, но опять же не для всего стопроцентного контингента вузов, а только по некоторым специальностям были предложены вот эта дистанционная форма обучения. Вуз на разработку дистанционных образовательных технологий затрачивает серьезные средства. Необходимо серверы, оборудование специальное, необходимо лицензионное программное обеспечение, но наконец разработать курс. Я как преподаватель, у меня есть такой опыт, у меня есть 6 учебных дисциплин, но это начинается с написания полного контента, наполнения и содержания курса. Фактически необходимо написать учебник. Всю дисциплину свою представить, скажем, менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет. От первой буковки «А» до самого последнего элемента для практических заданий, тестового контроля. И это достаточно кропотливая работа. Я знаю, у нас в Ульяновском техническом университете есть такой опыт, там даже разработали компьютерные стимуляторы, ну скажем, для дисциплины теплогоснабжения и вентиляции. Я могла наблюдать такую лабораторную работу. Представьте себе, что вы играете в компьютерную игру. Вы выбрали образ эльфа, заходите в какой-нибудь замок, и там с вами получаются всякие приключения. Вы спускаетесь в подземелье, там поднимаетесь по лестнице, вы делаете какие-то манипуляции. Вот ровно по такому же сценарию мы можем с вами сделать лабораторную работу. То есть заходит студент в свой рабочий кабинет, видит там какое-то оборудование, он должен с этим оборудованием что-то сделать. И вот результат его манипуляций. То есть в процессе выполнения этой лабораторной работы он демонстрирует свои знания, получает некий практический опыт. Но согласитесь, что если компьютерщик, специалист по программированию, разрабатывает компьютерную программу просто как игру, у него потенциал большой продать этот продукт. Его купят, может быть, тысячи людей. А для ВОЗа разработка этого компьютерного продукта сводится к использованию несколькими десятками студентов. То есть инвестиции вот в эти дистанционные технологии даже для ВОЗа достаточно серьезные и окупаются не за один год. То же самое, чтобы разработал каждый школьный учитель, фактически невозможно. Это касается и, собственно, своих навыков, всему нужно учиться. И педагоги тоже имеют свои ограничения во времени. Если в ВОЗе преподаватель может вести одновременно несколько дисциплин, то значит ему несколько курсов разрабатывать. Одним словом, это не так просто выполнить, как сказать об этом. Наверное, в перспективе будет такое. Будет расширяться и техническая сторона дистанционного обучения, и содержательная сторона. Мы должны сказать, что сегодня существует у нас платформа открытого образования. Это дело было в 2014 году, когда ведущие ВОЗы инициировали создание Совета по открытому онлайн-образованию. Инициатор был Министерство науки и высшего образования. И сегодня у нас существует национальная платформа открытого образования, где уже есть более 300 готовых учебных курсов. Нюанс правовой в том, что студент, который получил сертификат, что он прослушал курс на этой открытой платформе, может с этим сертификатом, придя в свой ВОЗ, сказать, что я, скажем, политологию уже изучил в режиме открытого образования, и здесь ему перезачтут эту дисциплину. То есть готовые квалифицированные продукты уже существуют, но, конечно же, это все очень кропотливая работа. В перспективе, наверное, все-таки специалисты считают, что будет геймификация курсов. Для школьников, во всяком случае, игровые технологии будут шире применяться в учебном процессе. Будет, конечно же, расширяться техническая сторона использования дополненной виртуальной реальности. И, конечно, чем больше практики мы будем получать, тем будет высшее качество обучения. Однозначно использование дистанционных образовательных технологий будет расширяться. Тем более, что с этим связана и вся образовательная политика нашей страны. Давайте тоже несколько слов скажем о том, в связи с последними событиями, какие тенденции наметились, собственно, в образовательной политике. Я бы даже не сказала, в связи с последними событиями тенденции, это эти уже мы все работники образования наблюдаем давно. Опять мне хочется маленький исторический экскурс в этом случае сделать. Наверное, большинство наших радиослушателей думают, что вот случился карантин, и сегодня мы резко включили какой-то рычаг и будем массово внедрять дистанционные образовательные технологии. Но это вот такой взгляд людей со стороны. Я же хочу вспомнить, что был 2001 год, когда Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию разработал концепцию создания и развития единой системы дистанционного образования. То есть 20 лет назад уже концепция на уровне государства была разработана. Дальше вот до того первого экономического кризиса серьезные ресурсы были на эту концепцию направлены. Существует у нас один из ГОСТов, стандарт, где как раз было указано, что такое дистанционная образовательная технология. Это ГОСТ 2006 года. Ну и, конечно же, много изменений было после принятия федерального закона об образовании в Российской Федерации. Порядка года, а то год с лишним обсуждался, в него вносились изменения. И с тех пор, как закон был принят и утвержден, дистанционному образованию активно способствует вся наша государственная политика. В 2016 году создан государственный проект «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации». То есть и материальная база существует, и задача поставлена на развитие этой среды. Ну, в частности, мне вот запомнились такие цифры, что на момент принятия этого государственного проекта у нас порядка 600 тысяч школьников уже каким-то образом использовали дистанционные образовательные технологии. Но в следующие 6-7 лет их количество должно было удесятилиться. Вот еще один документ, мне кажется, важный. Программа развития образования. Государственная программа на 2018-2025 год. Так вот, одна из целей этой госпрограммы – поддержка электронного обучения. И за 7 лет в 5 раз должно увеличиться количество студентов, которые используют дистанционные образовательные технологии к 2025 году. То есть сегодняшняя наша ситуация, связанная с массовой самоизоляцией, она стала, может быть, таким катализатором дальнейшего расширения этого дистанционного обучения. Но ни в коем случае это не начало дистанционных образовательных технологий. Я хочу, чтобы наши радиослушатели понимали, этим давно занимаются и вузы, и школы, и на уровне государственной политики. Это такой тренд. Напоминаем, что вы слушали интервью кандидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики и социальной работы Ульяновского государственного педагогического университета Инна Захаровой. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Актуальное интервью Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова